итак приветствую всех моих любимых пациентов с вами дабгай если вы еще не списке этих пациентов то обязательно подписывайтесь и мы наконец-таки завершаем наш поход по спасению всего мира президент почти что все спас всех спас осталось добить россию и и блок тут небольшой там он еще на финляндию мы тоже нападаем что там мелкая но в целом как бы почти все спасено тоже здесь какие-то выставки здесь потом россии давают скорее всего мы потом китай пронесем в общем-то осталось не так много конец близок поехали и вот нам долгожданная капитуляция бразилии наконец-таки совершилась южная америка полностью спасена есть конечно еще здесь вот эти вот микро страны но этому мы в ближайшее время ими краски и займемся вот уж капитуляция украины подъехал к сыгре 45 стоит of супер подробная карта украина здесь это чем-то напоминает венгрию которая ну вот цепи венгриевич и слаги в который просто каждый город обозначен пунктом здесь как будто тоже сравнить допустим не на германия здесь какие-то города то здесь их намного намного меньше а здесь прям вот весь регион закрасили всем чем только можно здесь эти говорят тоже и вот мы почистили прибалтику почти все здесь завершено давайте сразу начнем мой ну вот здесь вот разберемся вот этими небольшими странами . здесь галочка вот здесь появятся какая там есть а тут давайте-ка поможем сами перенесем я думаю что быстрее пропущем и будем готовить фронт с россией и вот мы почти зачистили африку морока и здесь вот на пол очистил гиберию как очистил спас конечно же спас и здесь мы пустки подготовили а то люди прям готова готова вот сюда нас прибыл выстка готова вот так вот на всякий случай если вдруг надо будет и мы начинаем выставки объявляем войны вот этим державам и здесь тоже сейчас все будет наконец-таки спасена произошел крах и японской империи проиграла она против россии на здесь написано против рейха ну ладно все сдалась и писала мирный договор кстати говоря именно прям прям скриптовый какой-то видите а вот здесь еще не совсем все на том как я помню там происходит такая тема что потом вот за эти территории уж люди мирятся кто там что схавал и либералы объединяют россию ну что могу сказать удачи жаль только что немножко поздновато так ребята выходят появится приземлиться давайте мы им еще нажмем вот так они все под поддержкой авиации здесь и я не думаю что здесь есть какие-то страшные войска противника так что думаю да это безопасно в принципе кого напала тут то все в общем то сейчас по моему люди в принципе сразу взяли и капитулировали все эти тут буквально микро дольше продержалась но это все пока вот еще это вот не заберу победные и мы даже почти что мире остается лишь мадагаскар вот здесь вот но как обычно приказ израиля остается напоследок так что пока что мы его трогать не будем а займемся мы теперь полностью россии здесь тоже ребята все свободны и вся вот эта наша армия может отправляться вот сюда ну что ж пока теперь идут все на позиции вся наша огромная армия в 4 миллиона слышать не такая что огромная так ну но небольшая я бы не слова прям огромный называть образоваться пехота поэтому выглядит на большой идет на восток нашему финальному сражению почти финальному выйти сражение в китае полагаю но я не думаю что здесь будет что-то слишком тяжелое здесь промышленности никого считайте нету кстати вот эта страна же выпала из вариантов принципе так что мы можем здесь тоже просто наступать спокойно и не волноваться ни за что и понял за них зайдет значит сипой не прям сейчас я воевать не буду потом да но это уже потом будет и надо не забывать что еще вот здесь вот есть небольшие государства и тут еще есть одно супер секретное государство которое чуть не пропустил но я как раз нажал у меня первую очередь перекинула именно туда и поэтому такая ага значит мы еще не все зачистить значит еще есть какие-то микро секретные державы давайте по аннексирую наверно это все чтобы уже были красивые границы вот теперь другое дело и у нас еще остается по моему да еще две марионетки давайте ими тоже займемся вот так вот есть только мы и мир и никаких больше марионеток-посредников а другое дело здесь все едино здесь все красиво едино а здесь есть некоторые конечно исключение но мы с ними еще разберемся поэтому вот этим генералом и что там приказы на высадки и еще небольшая часть этой армии поедет коротки высаживаться в мальту я думаю нормально ой цин тут начинает умиротворение какое-то по ощущениям как будто цин скоро победит и на самом деле не очень простит вещи потому что я не хочу воевать с кучей разных мелких стран и особенно с несколькими воюющими странами а просто с одни с одной просто и пронести так что это даже очень кстати кстати говоря устази неплохо так все получила варенеточку туда-сюда надо будет не тоже подготовиться к войне итак мы готовы высаживаться пока наши войска там доготавливаются к наступлению в россии мы тут достраивали пункты снабжения в принципе уже в какой-то степени мы готовы то мы берем войну мальте и как раз таки гавайям наши войска сейчас туда отправиться по моему и отсюда тоже верно это им чуть-чуть не хватает блин это было зеленым перестала быть зеленым тот и который здесь находится немножко не хватает до еще надо что-то переделать чтобы что-то сюда доехала чего рейндж хватает может я даже не спорил мы взяли в принципе ничего удивительного так некоторые махинации самые большие по рейнджу корабли мы отделили чтобы доставали и все теперь достает войска наши движутся на выставку здесь наши войска тоже готовы надо это понимать что правильно значит мы нападаем на россию и начинаем наше наступление на всех направлениях доступных нам и чтобы это эти союзники их не мешали фронтам то на них тоже сразу конечно же ну и вроде как все так беларусь а вошла война всякий вот здесь нет нападений потому что сломался фронт приколу как будто бы не знаю в случае просто идем и пушим вроде как у нас и должно быть отличного потерям а тут внимание более интересно я думаю уделитесь тому что здесь произойдет в целом наверное никаких неожиданностей не должно быть вы должны просто взять и высадиться пробить это гавайи это что-то у них да у них почти чего и нету если по всему так и есть только падение петрограда севера уже произошло у нас войска финляндии были да и да здесь одна дивизия есть и походу вообще все не там есть на самом деле где-то дивизии но столицу они решили не защищать ну типа но зачем справедливо в принципе эти старые что-то было в общем то уже нету и так как же идет наступление в россии шикарно арно можно еще подогнать сюда если вы помните нас уже ядерок сколько он 43 сложно забыть они у нас вон там счетчик сверху верно мы там еще и сделали колобок господи ставка минус 32 видимо она не успела восстановиться поскольку это гражданской войны или чего антон база и так уже ноль то есть если мы скинем бомбу на москву к примеру у нас есть отдыха здесь есть и русский не бомбу на москву по моему поддержку войны не изменится верно так и есть что что-то просто ждем там не так много поддержки войны тут еще и есть ведь сотрудничество как бы чуть-чуть побыстрее капнет все достаточно быстро пройдет этот раз тут по моему сейчас капнет норвегия потому что мы тоже армии на нее выделили не пожалели а куда жалеть сюда так и есть и да европа европа все свободно по моему буквально тут ничего и не остается да так и есть количество стран вообще если зайти вот сюда по ну количество очень 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 быстро сокращается тут расслал совсем немного так что готовимся уже думаю вот сюда норвежская армия я думаю может переправляться уже в юго-восточную азию вот и падение москвы произошло осталось совсем чуть-чуть но если кому-то интересно потери то вот они 2 миллиона почти что но я думаю скоро добьют против 100 тысяч на самом деле если делать именно российский то еще хуже тут все 45 еще вот эти страны успели потери нам это нанести и вот она еще один гигант пал еще один гигант освобожден и народ безопасности от космической угрозы и надпись уже такая ну красивая красиво да все дойдем будет я думаю еще получше мы ведем армию что здесь на восток потому что но надо будет добить всех вот этих вот ребят тоже я думаю и вот эти армии куда-то не знаю сюда надо бы влетать в войну всем просто здесь видите кучу от этих неудобных территорий каких-то и наступать впадлу как говорится но придется но и перед наступлением на китае думаю стоит заняться германской остатей начинаем здесь наступление начинаем здесь наступление вот а вроде это все здесь и горя в сингапур мы пытаемся пробить и нет это не удастся такой это супер гига форта так и 7 левела такое мы не пробьем а так что вы останавливайтесь не атакуйте пожалуйста нас они тоже в жизни не пробьют но тем не менее раз мы пригоним сюда наши самолете кида и вас будет сейчас будет ребята седьмой форты вы там построили до часа будут вам седьмой форты царя подавятся мы могли бы дальше седьмой форт пробить но что нам как бы это лишних людей на это потратить когда можно всего лишь сбросить один подарок и форты просто испаряться как и наверное почти все население местное местное да и принципе все гарнизоны здесь мы тоже это били тут мы тоже их добили не совсем до конца это бы все-таки тщательно работу закончить и сейчас будем заниматься вот этим территориями кстати говоря которые на самом деле могут атаковать тоже нас это было неожиданно мне казалось здесь нету прохода а здесь видите микро проход оказывается есть господи типа кажется что уже ну нету а он есть русском это им тут высказано филиппины и параллельно пушим ост-азио остается до финала совсем немного и мне потребовалось оккупировать буквально все вот здесь вот чтобы не капнули то есть но девяносто девять процентов они все еще не не сильно готовы капать можно давать и на всех случаях ядерку по ним бахнем чистого пустой провинции чтобы база а ну все равно нереально да да это мы нас нереально и правда запугать неужели нам нужно высадить за что кончик остров по ходу так и какой из этих островов вы считаете своим главным хороший вопрос а нашел нет закупирован регион это не будет считаться нам все-таки надо именно по вот этим островам пройтись вот я вижу точку давайте по ней ядерками дарим к поддержка войны упадет слишком мало слишком мало упала если еще раз по ходу по ходу надо было сразу начали войны закидывать нас уже как будто плевать просто ладно хотя несколько процентов дойдем дойдем до успеха ребята в один момент они поймут что если испании будут продолжаться у них все закончится или им плеп нет им плевать приходит еще 10 скидать таких нам плевать ну ладно давайте это филиппины те ребята отплывают корабли приплывут какие-нибудь и все сразу будет здесь отлично и тогда готовы вывод сюда на что могу сказать ну да придется еще это остров добивается конечно мерзко когда так приходится воевать ну поделать вот поняла молодец путь самого оп ядерка и сразу базовое значение 0 сразу наши войска сейчас полетят и думаю они капнут моментально почти что давайте начать нападем уже на 3 тянина помогутся как бы давайте хотя бы ими займем все же липи на выставки успешным да давайте это побыстрее а бы сразу чтобы они капнули вообще филиппина вот отличаться остык этой вот немецкой стадии очень даже похоже дед на то что они часто дадутся а так есть филиппины капли супер быстро вас добиток один остров остазе и мы закончим войны с островами с морями кроме конечно же всем известного приказа израиля но напоследок падение шиньяня не знаю что это фантянская какая-то территория а и мы территории отдаем кому-то еще да блять ну хотя ладно а что уже сделать ну да давайте добивать так отвратительно конечно то что здесь взялось и само сам саму право пархода взялась вот этих ребят ну ладно все равно все добьем потом тут я как будто провинцию не добил или что и вот эти ребята здесь возвращаются и да будет их снова здесь да есть ну ладно тому же ты доедем сейчас быстро как фантяне достаточно быстрый еще у них забираем все территории эти почему-то еще одна страна считает все это своим национальным наверное что хотя даже если национально за него все равно надо вроде как мире договариваться да ну ладно странно но ладно а могут все ну и делаем новые приказы как-то так это будем наступать плюс-минус сейчас еще конечно немножко я думаю поправим свои приказы ведь дело в том что у нас на самом деле есть увидеть вот такие вот базы я не буду сильно их обузить в том плане что все равно и так победим уже схаваем как схаваем и неужели это случилось в связи капитулировала отлично остался действительно только китай и секретный пункт вот свод который мы тоже потом захаваем что мы готовы финальный рывок остается объявляем войну сразу всем чтобы фронты удобные были задачи выбраться кому объявить но мы объявляем просто всем и вот так теперь вопрос такой интересный если еще странно с которыми мы не воюем то нет вообще вообще нет но она почему-то да ладно допустим допустим но короче говорят да совсем вы из тех кто существует в левые медаль какой-то есть вот вот да есть такая страна еще не добит оказывается и новая шваби остальным вроде символим отлично мы нажимаем все приказы начинается финальная стадия освобождения спасения мира сам китай ну и провинция за провинцией китай сдается тут уже скоро начнут капитировать некоторые страны по потерям у них все безумно безумно в общем то все ожидаем а ну и мы как бы все эти территории которые захватываем если что контролируем как национальные минус 2.06 миллиарда у нас доступное население звучит интересно если что прирост ежемесячный 260 тысяч призывников неплохо вот уже кольцо наше сжимается точнее их кольцо конечно сжимается но наше окружение сжимается да и потихоньку потихоньку остается всем капелька так вот и заканчивается история этого мира и начинается новая космическая история провидаться остается лишь очаги некоторые сопротивления вот все китайские правители понимают что они не могут никак сопротивляться и мастерца лишь уплывать на наше спасение и так заканчивается история независимого китая тоже нам предстоит еще три выставки есть еще это понимаю только три страны верно давайте посмотрим это это съедено просто в альянсе мадагаскар новая шваби и япония готовим три финальной выставки и начинаем подготовительную бомбардировку мадагаскара наши войска уже сюда едут в принципе можно начать готовить козы были на японию а то нас еще нету кб из-за чего-то видимо может это скриптовый мир у всех кб удаляет не уверен также подготовительная ядерная бомбардировка в наше время без этого никуда ну что ж наши войска сюда прибыли можем начать высадки ну и конечно же на всякий случай еще вот сюда вот вами чтобы точно высадились ну и вроде все успешно проходит вопросом что теперь побыстрее всех захватить потому что у нас здесь направление нету пор только один на севере по и и и очень такой себе что надо побыстрее все оккупировать в целом поддержка войны кстати говоря все еще сотка черт возьми а что с ним сделаешь ничего только вот можешь высадиться максимально широко максимально все побыстрее захватывать то мы собственно говоря и делаем это как бы на японии тоже есть можем увеличить ей войну сюда больше кажется стратегов привести давайте сделаем про японская китайская война он нет немножко не китайская немножко не хотела немножко все еще японская вода и как они дают я бы сюда тоже парочку подарков отправил по классическим города может сыграющие скрипты на поражение сработают нет не сработали ладно зато моим войскам будет даже ночью ярко воевать в эскаре как будто надо добить каждую провинцию но если так надо мы это сделаем хоть конечно мерзко потому что везде у нас здесь буквально нет снабжения ура товарищи или ну в целом как будто да все таки леваки верно я точно не шпион какой-нибудь интернациональный верно мы победили в африке и остается буквально одна япония и новая шваби все эти три дивизии окружили из этих опять проливов и уничтожили но давать в целом уже ну все япония скоро капнет у него еще и поддержка войны уже очень маленькая база у них еще есть есть давайте базу им снесем ротов здесь а воздушного присутствия нету да 74 было не 75 вот это другое дело сносим им пасу так сказать эта база произошла сейчас в токио и скоро мы добьем выставка в новый шобби тоже готовится войска уже подъезжают япония капнула осталась лишь последняя страна ничего не может пойти не так сверху это за дивизия хороший блять вопрос есть все две страны дивизии по третьим флагом ну ясно опять китайцы свой ксенет запустили их узнаешь в этом китае происходит и тут какой-то сигаретный фокус происходит который займет 35000 дней к сожалению я не хочу ждать 10 дней а отменить этот фокус я не могу следовательно я его сразу сразу сделать не смогу так что да и правда ничего не произойдет что армия отправляется на захват новой швапе я думаю мы справимся и да мы справились отлично это была угроза уровня мстителей конечно ну чтож ребята она свершилась есть только одна страна и это мы союз провиденса мы успешно смогли спасти весь мир и теперь будем готовить защиту от космической угрозы ну чтож на этом все так что с вами был дубль если очень каким-то образом почему-то не подписаны то спасайтесь и подписывайтесь дайте комментарии все ребят как обычно до скорых встреч пока